Я тебя не вижу. У нас что за место идет, как ты понимаешь, да уже? Да, похуй, я потом обрежу. Давай. Видно, да так? Друзья, добрый день, меня зовут Юрий Шаров, я являюсь арбитражным управляющим, специалистом по банкротству граждан, индивидуальных предпринимателей и предприятий, организаций. В этом видео я хочу вам рассказать о том, что нельзя делать гражданам перед банкротством, перед подачей заявления в суд. Самое главное и самое важное в этом вопросе, ни в коем случае нельзя без консультации с юристом каким-то образом отчуждать имущество. Если у вас имеется какая-то дача, если у вас есть какая-то квартира, помимо единственного жилья, ни в коем случае не бегите и не отдарите какому-то родственнику, либо любому иному лицу. Сходите к юристу и проконсультируйтесь. Дело в том, что если вы намерены подавать заявление в суд на банкротство, то эта сделка возможно будет оспорена и ваши эти действия фактически умножатся на ноль. Второе, что нельзя делать, мы не рекомендуем собственно перед банкротством, это точно так же нельзя кому-то платить из кредиторов, а кому-то не платить из кредиторов. Это так называемое преимущественное удовлетворение требований одного кредитора и неудовлетворение другого кредитора. То есть вы либо платите всем, либо останавливаетесь в оплатах. И более того, как сказано в законе, у вас обязанность появляется по подаче заявления на банкротство только после того, как у вас есть 3 месяца просрочки. Таким образом, делайте собственно из этой тезисы вывод сами. И фактически для того, чтобы прийти на банкротство и подать заявление, для этого необходимо, конечно же, оценить и сделать правовой анализ своей ситуации, что вам поможет делать либо юрист, либо вы можете сделать это самостоятельно. Но вот эти вещи, которые необходимо, конечно, понимать. То есть еще раз, это отчуждение имущества и, соответственно, второе, это преимущественное удовлетворение каких-то требований кредиторов. Друзья, если у вас остались вопросы, пишите вниз под этим видео. До новых встреч!